Существует три типа старения. Завтра продолжим эту тему более подробно. Первый тип старения человека напрягает. Есть два типа напряжения. Первый тип напряжения — это скованность, то есть не сгибается, не разгибается тело. Второй тип напряжения — это психическое напряжение, не телесное, то есть появляется нарушение концентрации внимания, психическая неадекватность какая-то, не можешь расслабиться, курить хочется, пить хочется. Человек не может спать, отдыхать не может. Он не может, все время устает, не может чувствовать себя очень напряженным внутри. Это просто так действует старость. Каждый человек постепенно все больше и больше напрягается в жизни. Одни больше напрягаются, другие меньше. Некоторые люди начинают напрягаться уже в молодом возрасте, а некоторые даже в юношеском, а некоторые даже в детском. И причина так — действует судьба. Если человек не убирает у себя напряжение из тела, то он разрушает свою жизнь. Потому что следующим этапом после напряжения, следующая стадия напряжения на психическом уровне называется психическое заболевание, а на физическом уровне это превращается в такие тяжелые заболевания, как полиартрит, тяжелые головные боли, спазмы в теле, которые приводят к инсульту, в конце концов. Все это означает напряжение внутреннее. Понятно? То есть, другими словами, люди говорят, как мне... Они начинают спазмолить и кипеть, начинают там как-то головную боль лечить, там массажи, еще что-то. Все это внешнее. Это все не уберет напряжение из тела. Потому что время, эта энергия времени напрягает человека. И время из... Вот это время, энергия времени может выйти из тела, только если вы одновременно сделаете две вещи. Первая вещь. Вы научитесь неподвижно или стоять, или наклоняться вперед, или назад, или сидеть в определенных положениях тела. Я вам расскажу, каких. Неподвижное положение тела больше 15 минут начинается лечение. Но лучше одно такое упражнение делать до 40 минут, постепенно доводя. И второе. Это длительное движение. Или ходьба длительная, или бег. Ходьба дольше очищает тело, бег быстрее. Но иногда человек не может просто уже бегать. Потому что его организм не способен на это. Тогда человек должен ходить. Постепенно он научится бегать. Сто процентов. Когда человек одновременно бегает, долго бежит, спокойно, не напрягаясь, или идет, спокойно, не напрягаясь. И в это время он не идет в магазин, думает, когда приду. А он просто идет. Идет и радуется жизни. Может слушать лекцию в это время, молиться. То есть он заряжает батарейки. Он не куда-то идет. А если даже и куда-то, то он не должен об этом думать. Он должен думать о том, что он заряжает батарейки в это время. Желает всем счастья, радуется и просто идет. А я иду, шагаю по Москве. И в это время он заряжает батарейки. Если человек долго идет, и долго неподвижно стоит, он снимает себе любое напряжение. И даже психическое заболевание у него пройдет, если он будет это делать достаточно долго. Потому что есть 4 слоя в организме, 4 энергетических слоя. Первый слой очищается при беге 35 минут. Второй при беге 55 минут. Третий при беге час 15. И четвертый при беге час 35. Я говорю для себя. Я просто на себе проверил. У каждого из вас будет примерно чуть-чуть отличаться туда-сюда. Если вы хотите, чтобы у вас все тонкое тело очистилось при ходьбе, вот так уж, так же, то прибавьте, ну то есть 15 минут при беге начинается очищение, а при ходьбе начинается где-то в 30 минут. И каждый слой психоэнергетически очищается при ходьбе через следующие 25 минут. То есть 55 минут ходьбы у вас первый слой очистился и так далее. То есть 2 с половиной часа вы прошли, и у вас весь организм очистился, и вы продлили свою жизнь на 25 лет. Но, понимаете, там есть даже... Вы скажете, а как я определю, что у меня вообще там включился организм очищения? Есть такие методы, для вас есть, даже если вы не видите тонкое тело. Если человек идет или бежит, и у него раз, и легкость возникла, и второе дыхание. Первое, второе дыхание или легкость указывает на то, что началось очищение. Если вы бежите, это у вас произойдет примерно через 15 минут. А если вы идете, примерно через 25 минут. Через 30 минут. Теперь дальше. Когда второй, а первый слой очистился энергетически, второй начал очищаться, опять второе дыхание откроется, опять легкость. И когда пятый раз у вас легкость уже будет, все ваше тело, психическое тело, очистилось. Если я до работы 40 минут иду, и я уже устала. Смотрите, вы должны это делать столько, сколько хотите. Но устала означает, что я иду до работы, понимаете? Если я иду до работы, то я расходуюсь. Попытайтесь это понять сейчас, мои дорогие, иначе вы себя прибьете. Потому что если вы идете до работы, и ваше сознание направлено в будущее, вы никогда не вылечитесь. Вы должны не до работы идти, а просто идти. Если вы не можете до работы идти просто, и вот он так, быстрее, опаздываю на работу, быстрее. В это время вы расходуетесь, а вы просто идете. Вы можете, вот смотрите, когда человек просто идет радостно на работу, он идет так, как ему нравится, а не быстрее. И когда человек бежит, который когда лечится, он не бежит быстрее, быстрее. А я еще быстрее могу, а еще быстрее, а еще быстрее могу. Это означает, он в страсти находится. Он пытается результата достигнуть, а не здоровье. Надо бежать так, как тебе нравится, и никогда не быстрее. И постепенно, чем здоровее ты будешь, тем, само собой, ты будешь бегать быстрее. Я вот начал, когда бегать, Это было два с половиной года назад. Я пробежал всего 500 метров, и я бежал примерно 6 километров в час. Это почти так же, как люди ходят. Я так бежал. Сейчас я бегу 15 километров со скоростью 9 километров в час. Хотя мне 52 года, понимаете. Я бегу без напряжения, я не устаю. Мне так нравится так бегать. Я бегу полтора часа. Это расстояние. Понимаете, о чем я вам говорю? Не надо себя насиловать. То есть вы идете с радостью, как вам нравится. И в это время вы наполняетесь больше того. В следующий раз вы пройдете чуть быстрее, и вам это будет нравиться. А потом еще чуть-чуть. Это незаметно для вас происходит. Через год вы будете ходить очень быстро, и это будет вам нравиться. Вы не то, что себя будете заставлять на силу, а просто вам будет нравиться уже быстро ходить. Это значит, что ваш организм стал крепче, лучше, здоровее. Понимаете? Но запомните, когда вы будете идти, вам будет хотеться двух вещей. Первая вещь, вам захочется встать и не идти. А вторая вещь, вам захочется идти быстрее, потому что вы или хотите лениться, или хотите гордиться собой. И обе эти вещи разрушают здоровье. Человек должен идти не быстро, не медленно, не спешить, не отставать, в ногу с временем шагать. И он не должен, самое главное, раньше времени останавливаться. Когда вы имеете право остановиться, чувствуете устали, тяжело, идите дальше. Вот когда легко встало, а станет обязательно, тогда останавливайтесь. Если вы встали, когда тяжело, это еще одна причина разрушения. Это означает, вы не верите. Допустим, человек бежит, ему сказали, бегать нельзя, суставы стираются, нельзя. И он все равно побежал. Он бежит, бежит, ему тяжело встало, он встал. И в этот момент он себе портит здоровье. Когда ты бежишь, беги, пока не станет легко. Иначе вообще лучше не беги. Хотя бы первого раза, когда тебе станет легко, дождись. Это будет через 15 минут бегать. А если не можешь, тогда ходи пешком.